Всем привет, дорогие зрители моего канала! С вами я, Веселый Румпель, и сегодня я расскажу вам о рационе пяти самых известных муравьев. Ну что ж, не будем медлить и погнали! Первый у нас идут мясорструктор или же муравей-жнец. В основном они едят семена разных растений, например, мака, льна, проса, горчица, ну и так далее. Также они едят мясо куры, яйца, различные белковые корма, но им не следует кормить насекомых с улицы, так как они могут быть заражены клещом или же другими паразитами. Второе, но по очереди у нас лазиус флаус. Эти жёлтенькие, маленькие, медового цвета мураши едят небольших насекомых, сироп, ну, например, сахарный или медовый, и фрукты. Третий по счёту у нас фараонов муравей. Это, если честно, самое что ни на есть настоящие вредители, домашние вредители. Они всеядны, фактически всеядны, и селятся даже в домах, в чистых домах. Они могут съесть крошки от хлеба, которые вы не убрали. Они могут съесть всё, что угодно, всё, что лежит на столе. Они это съедят. Четвёртым по счёту у нас кампанатус филах. Эти африканские хищники, которых вот прям вот хочется взять на руку, но они очень опасны. Они с лёгкостью могут прокусить человеческую кожу и не брезгуют кушать насекомых. Да, но если вы их завели, то соблюдайте разнообразие. И давайте им сироп, медовый или сахарный, и фрукты. И последний, пятый муравей. Самый мой любимый хищник. Хоть в колонии их максимум 400 штук может быть, но не мои самые любимые. У них большие мандибулы. Они... у них яд трое сильнее, чем яд ос. Угадайте, что это за муравьи? Правильно, это Харпигнатос винатор. Только свежие насекомые. Ну, если вы их завели, то... Разнообразие соблюдайте. Ну, они могут есть их либо в живом, либо в слегка придавленном виде. И также поставьте им паилку с водой на арене. И также примечания не рекомендуются и вам давать насекомых с улицы, так как они могут быть заражены ключом или другими паразитами. Ну что ж, с вами был канал Star Music и его ведущий Веселый Ромбель. Встретимся в следующем видео. Пока!